Казань Павловская Академия физкультуры и спорта сегодня имеет 2800 студентов Сразу из 72 регионов страны Павловская Академия – центр, откуда начинается массовый спорт Универсиада дала спортивные объекты, а они, в свою очередь, тренерские кадры Я с Кеверской области, город Междуреченск, Сибирь, приехала в Казань Потому что здесь много интересного, много баз для тренировок Я приехал из Нижнего Новгорода, потому что здесь предоставляются очень хорошие условия Как и проживание, так и, в принципе, по учебе Специально к универсиаде в Казани было построено 30 новых спортивных объектов И ни один из них сейчас не пустует Не верится? А вы сходите на тренировку Большое внимание мы уделяем, естественно, людям нашего старшего возраста Это пенсионерам, люди приходят сюда, занимаются своим собственным здоровьем за какие-то 50 рублей Я теперь без плавания не могу Если я неделю не поплаваю, это уже все И допресняк, и настроение плохое В соседнем зале дворца водных видов спорта Дети у всех в мечтах Олимпиада Когда я не мог прыгнуть, я то есть говорил Если я это не сделаю, то все, на этом закончится Но я беру и прыгаю Будущих чемпионов универсиады в Казани сегодня готовят в училище Олимпийского резерва Пинг-понг, волейбол и борьба – это место встречи спортсменов со всей страны Четыре студенты у нас выступали в учащихся училища, стали призерами Всемирные универсиады и семь человек, выпускников, также являлись участниками Современная спортивная инфраструктура стала инструментом по формированию здорового образа жизни в республике Спортом в Татарстане сейчас занимается полтора миллиона человек Это 41,5% населения Мы значительно опережаем цифры нашего привозского федерального округа и целым по стране Спортом в республике сейчас занимается каждый второй Только в комплексе «Бустан» каждый месяц тренируется 11 тысяч студентов Бассейн «Буревестник» каждые 30 дней принимает до 40 тысяч казанцев Центр гимнастики – 3 тысячи Спорткомплекс «Москва» – 4,5 Дворец единоборств – 8 тысяч Мне классно, конечно, показать личную книжку волонтеров, потому что в свое время я тоже им был А ведь до универсиады волонтерского движения в России практически не было Айрат Гадиатов, ныне заместитель министра строительства Проходил испытания, квесты, писал свой гимн универсиады Эта история словно из сказки – пример того, как всемирные игры поменяли жизнь Я встречал гостей в русском доме И все те знания, которые были в волонтерстве и тем умения Здесь я каждый раз могу тысячи примеров привести, насколько можно переносить эти знания и умения на нашу работу Все началось именно с Казани И Россия, как организатор крупных спортивных соревнований, начала открываться миру именно с нашей столицы 10 лет, как мы выиграли заявку, это была, наверное, самая высокая нота, самая невероятная эмоция, которая была за последнее время, но в моей жизни как минимум Сегодня Казань – это город с лучшей спортивной инфраструктурой в Европе Так универсиада стала для Казани не только международным имиджевым событием Положительный эффект от всемирных студенческих игр почувствовали именно сами местные жители Спорт пошел в массы, а Мудяль по водным видам спорта Кубок конфедерации, чемпионат мира по футболу помогает держаться ему в тренде И восхождение на пьедестал мировых спортивных столиц Казань начала ровно 10 лет назад Салават Мухаммад Долин, Ренат Сафин, Марат Зайдулин, Амазье Динов, ТНВ, Казань Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова